Мир вам, дорогие друзья! Впереди у нас обычные семь дней, которые могут сделать необычными нас. Потому что, когда верующие молятся, разверзаются небеса и начинает действовать сам Бог. Мы приглашены размышлять в ближайшие семь дней на тему «Вы свидетели Мои». Иисус сказал, «Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Из первого молитвенного чтения мы узнаем, что свидетель Божий не с неба спускается, а, внимая Божьему призыву, выходит из центра идолопоклонства. Он несовершенный человек. Он преисполнен страхом, он пасует перед царями и идет на ложь. Он берет в жены служанку, чтобы произвести наследника. Он получает тяжелые уроки жизни, но продолжает следовать Божьему призыву. Он устраивает жертвенники живому Богу, приглашает к служению свою семью. Он миротворец при возникшем споре с родственником. Не таит обид, но проявляет любовь. Славу за все успехи отдает Богу. Он является учителем истинной веры для тысячи домочадцев. В желании быть с Богом он выражает великое послушание и готовность принести в жертву любимого сына своего. Этим поступком он несет свидетельство не только людям, но и непавшим небесным существам. Он свидетельствует своей жизнью, своим примером, потому что знает, Бог все усмотрит. «Еще раз присмотритесь к Аврааму. Он стал известным человеком и даже отцом всех верующих. В нем открывается Господь». Авраам оставил нам пример свидетельства, и его свидетельство – это его жизнь. Помолимся. Господи, обычные люди могут стать великими свидетелями Твоими. Такими хотим быть и мы. Поэтому благослови нас в эту молитвенную неделю и даруй нам провести ее так, чтобы она стала благословением для нас. Аминь. Благословений вам и горячих искренних молений. Субтитры создавал DimaTorzok